С разницей в несколько дней дважды обворовали овощной киоск в новоюжном районе Чебоксар. Фруктовых воришек задержали благодаря камерам системы «Безопасный город». Полиция выясняет обстоятельства кражи. Продолжит моя коллега Ольга Павлова. Потом мы пошли гулять, долго жить до трактора строительства. Прогулку подростковой компании затянулось до глубокой ночи. От проспекта трактора строителей ребята дошли до улицы Кадыкова, где их внимание привлек киоск по продаже фруктов и овощей. Замок они взломали монтировкой. Одним визитом за вкусностями дело не ограничилось. Первый раз они проникли 1 июля, а во второй раз уже 5 июля. После того, как они первый раз проникли, предприниматели заново починили замок и также работали. Через несколько дней дверь снова была взломана аналогичным способом. Причем результатами трудов компании позже воспользовался еще один человек. Вот 5 июля уже они где-то в 2 часа ночи проникали. Около 5 часов утра женщина без определенного места жительства проходила мимо. Решила зайти, набрала несколько пакетов продуктов питания, вышла с данного киоска, начала раздавать бомжам. Благотворительную акцию мешали сотрудники патрульно-постовой службы, задержавшие ранее судимую путешественницу по жизни. В отношении нее также возбуждено уголовное дело за кражу. Но оперативники убедились, что задержанная им не солгала. Киоск был скрыт раньше. Группой молодых людей и девушкой 14-16 лет. Лица, совершившие преступление, были установлены благодаря системе «Безопасный город». По видеокамерам «Безопасный город» были получены их хорошие изображения. И уже в последующем при проведении оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками уголовного розыска. Они были установлены и задержаны, доставлены для разбирательства в отдел полиции. Небольшая часть похищенного была изъята в ходе обыска в домах подозреваемых. По факту двух крахших киоска группы лиц по предварительному сговору возбуждено уголовное дело. Раньше четверо юношей и девушка, учащиеся школой техникума, не попадали в поле зрения полиции. Но в семьях, где воспитываются несовершеннолетние, явно не все благополучно. Раз дети бродят по ночам там, где им вздумается. Соответствующую информацию стражи порядка направят в комиссии по делам несовершеннолетних. Теперь любители ночных прогулок будут взяты на особый учет.